Здравствуйте! Сегодня я делаю очень простую, очень быструю, очень легкую заготовку болгарский перец с помидорами. Мне понадобятся помидоры, перец, соль, сахар и больше ничего. Помидоров у меня 4 килограмма. Я часть нарезаю, потом буду смотреть, потому что я буду измерять по кастрюле и по литрам. Помидоры и сливки нарезаю для того, чтобы измельчить на мясорубке. Затем перчик очищаю и буду его разрезать на две половинки. И сейчас, да, нужно еще подготовить, конечно, крышки. Крышки должны быть стерильные и баночки должны быть стерильные. Я буду катать, закатывать в пол-литровые баночки. Итак, пока я буду готовить баночки и все остальное, значит, я помидоры измельчила, густые хорошие помидоры. На 4 килограмма помидоров я кладу чуть-чуть неполный стакан сахара, если даже стакан тоже не страшно. И 2 столовые ложки соли. Можно с горкой, можно без горки. Мне достаточно, кажется, и без горки. Я обычно без горки кладу. Вот такие, ну, можно с горкой, ради бога, все. И больше ничего. Легонечко размешаю, можно не размешивать. Довожу до кипения и буду варить 20 минут. Перец я нарезаю на такие небольшие кусочки и выкладываю в кипящий томат. Сколько войдет, столько и выложу. Значит, у меня 2 килограмма перца, 4 килограмма помидоров. Варить перец я буду, сейчас у него все закипит по-новому, да. Варить перец я буду максимум 10 минут. Ну, смотри, до готовности. Все это погружаю, значит, можно еще одно закрутить. Я еще кладу сюда перец. Итак, перчик я проварила 7 минут. Больше я варить не буду, потому что он, ну, будет очень мягкий, тоже не очень хорошо. Можно даже варить и 5 минут. У меня еще банки ни разу не взрывались. Тут-вот, конечно. И перчика я накладываю, ну, так много, сколько, я не считаю, в общем, так накладываю, накладываю, так, сколько войдет. Особо я его тоже не менять, я так его не буду там. Так утрамбовала слегка, да. И буду заливать вот этим томатом. Значит, как я использую это блюдо? Очень широко я его использую. То есть перец, он будет вкусен сам по себе. Он на ура выкурит. Уходит на ура, как говорит мой оператор, вместо гарнира. И вот мы его съедаем. Очень вкусный получается перчик. Если вы хотите, можно добавить еще больше сахара. Но вот нам достаточно, значит, стакан сахара на 5 литров томата. А томат, вот этот томат, ну, естественно, как томатный сок я его не использую. Но когда я готовлю голубцы зимой, когда я варю борщ, то я, естественно, этот томат использую, как свежие помидорки. Потому что вкус очень-очень-таки хороший, запах приятный. И вот крышечкой я сейчас закрою, закатаю, и заготовка у нас готова. Так, да, будем ждать зимы. Все это вытрем, сейчас я переверну и поставлю на стол. Так, я слышу ваш вопрос, вы спрашиваете, а уксус? Вот видите, я опять забыла сказать, уксус я не добавляю. Нет, нет, уксуса здесь нет. Здесь много кислоты, помидоры. Я никогда томатный сок не заправляю уксусом. И никогда вот эти закрутки, я тоже не заправляю уксусом. И масла подсолнечного здесь нет, здесь ничего нет. Абсолютно ничего нет. Перец, помидоры, соль, сахар, все. Всем спасибо за помощь, за добрые пожелания. Я тоже вам желаю крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и всего самого-самого хорошего. Пока!